Пробыл в статусе законника всего 6 месяцев. Бывший вор в законе по прозвищу Джи Хун Ген Джинский. Вор в законе, это статус, к которому стремится практически каждый представитель преступного мира. И, зачастую, этот путь не быстрый. Но, даже достигнув своей цели, удержать надолго ее не всегда удается. Так случилось с бывшим законником по прозвищу Джи Хун Ген Джинский, который пробыл в этом статусе всего 6 месяцев. Биография Джи Ху Наскеров появился на свет 9 декабря 1975 года в городе Ген Джа, расположенном на территории Азербайджана. Юный парень не стремился хорошо окончить школу и получить престижное образование. В отличие от своих сверстников, все свободное время он тратил на криминальную деятельность. Результат не заставил себя долго ждать. На момент своего совершеннолетия Аскеров был одним из уважаемых криминальных деятелей в своем родном городе. В конце 90-х годов он приобщился к самым авторитетным законникам Азербайджана и исправно вносил в общак отчисления от своих заработанных средств. Несмотря на то, что у него была неплохая репутация и неплохой круг общения, долгое время короны ему вручать не стремились. Долгожданная коронация состоялась лишь 28 августа 2014 года в Турции. Раз коронация за несколько месяцев Джейхунген Джински успел воспитать несколько крестников в своем городе и активно представлял их интересы перед вышеуполномоченными лицами. Но вскоре его карьере пришел конец. В начале 2015 года из мест лишения свободы был освобожден Шакро Молодой. Именно он впервые поднял вопрос о том, что Аскеров статус вора получил незаслуженно. Во-первых, у него не было ни одной судимости. Во-вторых, он не соблюдал понятия, свойственные для законника. Утрата статуса никак не расстроила азербайджанского преступного деятеля. Он направил все силы на то, чтобы восстановить корону. Но, в этот же период Шакро Молодой раскороновал и многих других, более влиятельных воров, не дав их шансов на восстановление. Поэтому все попытки Джейхуна восстановить свое криминальное были неудачными. После того, как Джейхуна осознал, что вновь стать вором в законе ему не удастся, он затаил обиду на Лоту Гули за то, что тот не смог оказать для него должной поддержки. Бывший законник присоединился к его конкурентам и вместе с ними стал действовать против него. Но, как известно Лоту Гули никогда не прощает предателей. Поэтому, возможно, он предпримет попытки, чтобы отомстить Аскерову. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.